Приветствую вас, и начнём, пожалуй, с того, что вам нужно избавиться от противоречий, от всех противоречий, которые у вас есть. Как минимум в вашем тексте я увидел противоречия, связанные с Богом. Вроде бы от церкви вы открестились, вроде бы на православную церковь у вас зуб, но при этом, вроде бы признаете правоту атеистов, но при этом пишите, что храни нас Господь. Вот. То есть, как бы, тут противоречие. Неуверенность в себе, это всегда противоречие. То есть, неуверенность в себе, это всегда сомнение, сомнение, это всегда противоречие. Сомнение, это всегда отсутствие чёткой позиции. Поэтому первое, что нужно сделать, это избавиться от противоречий. Это первое. Второе, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, это найти дело. Ваше личное дело жизни, в котором вы станете профессионалом экстракласса. Тогда и личная жизнь сама по себе вас наладит. То есть, человек, который является профессионалом, он общается со многими людьми, он взаимодействует со многими людьми, у него есть чётко налаженный производственный процесс. В этой производственной процессе человек взаимодействует с другими людьми, с такими же профессионалами и позволяет себе раскрыть и себя, и их друг перед другом. Тем самым, девушку вы себе найдёте очень быстро. Но только если будете заниматься своим делом. Это вот такой момент. Далее. Смотрите, у вас сейчас есть эта потребность, потребность быть с кем-то. Я так понял, потребность сексуальная у вас, скорее всего. И сексуальная потребность, это в принципе нормально, но её лучше удовлетворять всё же чисто узким способом. Это может быть мастурбация, это может быть услуги девочек лёгкого поведения, вот. Это может быть просто чисто случайный секс, вот, всё что угодно. Но при общении с другими девушками у вас не должно возникать к ним такого ярко выраженного сексуального влечения. То есть мотивация взаимодействия с девушками должна быть снижена до уровня, приемлемого для того, чтобы вы могли раскрыть свои личностные качества перед ними. Перед ними. Следующее. Это мобиль мужского поведения. То есть, очень важно, очень важно, чтобы у вас была мобиль мужского поведения, который бы вы исследовали, где бы вы могли раскрыть себя максимально, как мужчина. То есть, какой вы мужчина? Знаете ли вы, какой вы мужчина? То, что у вас доброе сердце, как вы говорите, это... Да, это, конечно, опять же, очень хорошо показывает тем, что вы обещаете поклотить того, кто даст вам неугодный совет. Ну, прям доброе сердце у вас. То есть, здесь точно противоречие, на мой взгляд. И, на мой взгляд, противоречие довольно... довольно серьёзное. Понимаете? Ну, вот. Поэтому, это ещё один пункт, в сторону того, чтобы от противоречия избавиться. Избавиться. Так вот. Образ мужского поведения. Для образа мужского поведения нужен идеал, то есть, то, на кого бы вы равнялись, то, на что бы вы равнялись. Поскольку отца у вас нет, гравичный образ мужского поведения отсутствует, то, соответственно, этот самый образ мужского поведения нужно искать извне. Либо вы ищете своего отца и взаимодействуете с ним, и, тем самым, перенимаете образ мужского поведения у него. Для этого придётся наладить отношения с папой, преодолеть определённые возможные проблемы между вами. Ну, например, обиды, там, может быть, что-нибудь ещё. Такого плана. Но, тем не менее. Тем не менее. Это как один из вариантов. Либо вы самостоятельно выберите себе образ мужского поведения из тех персонажей, которые вам нравятся, из тех героев, либо реальных людей, которые высыпают у вас восхищение, и начнёте стараться быть на них похожими. Что значит стараться быть на них похожими? Возьмём для примера любого мужского персонажа, ну, например, пусть это будет, господи, ну, какой-нибудь вот, допустим, там, не знаю, Арнольд Чвардшнекер, например, допустим, да, да, вот, или стал он, Сильветов стал он, да, такой вот, ну, уж можно сказать, столб, да, вот, столб тот, кого, вот, естественно, естественно, ну, вот. То есть это что, да, это уверенность в себе, это чётко-чётко с позиции, это физическая сила, да, то есть физическая развитость, ну, вот, это храбрость, ну, и, соответственно, и так далее. Вот, вы думаете, что из этого я могу взять в себе, в себе, что из этого меня привлекает, что из этого я считаю действительно является мужественным, что из этого действительно является мужественным, и берёте это в себе, да. То есть, например, перекачивание Арнольда Чвардшнекера, допустим, ну, я имею в виду, в молодости, да, его увлечение бодибилдингом, это, возможно, перебор, да, то есть, точно, ну, тут не надо становиться бодибилдером, не надо, как бы, увлекаться физическим развитием. Но, позаботиться о том, чтобы ваше тело было развитым и привлекательным, ну, почему бы и нет, личным не будет. Дальше, храбрость. Храбрость, это понятно, что герои, как бы, ну, киногерои, да, они рискуют своей жизнью только так, в реальной жизни риск может привести к социальному исходу, вот, и, в общем, вы выбираете, опять же, в чём вы готовы рисковать, да, то есть, в чём вы готовы рисковать, сейчас девочки любят риск, вот. Ну, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Очень сильно все любят, все люди, в том числе девочки, любят самоиронию. То есть, умение почутить над собой и не воспринимать себя всерьёз. Вообще, воспринимать себя всерьёз – ничто. Вот, когда же вы пишете, я прям чувствую, как вы, как вы, вот, прям, себя всерьёз воспринимать очень сильно. Возможно, именно поэтому у вас и не получается взаимодействовать с девушками, потому что они чувствуют, насколько вы серьёзно себя воспринимаете, и это отталкивает. Вот, потому что человек, который не серьёзно воспринимает себя, да, он может серьёзно воспринимать других, например. Вот. Вот, вот это вот такие вот истории. Вот это вот такие вот истории. Ну, опять же, вам, только вам решать, каким вы будете мужчиной. Но для этого, ну, ещё раз повторю, нужно, нужен образ, нужен ориентир. Да? Без ориентира вы, собственно, как понять, какой вы мужчин? Только вот, жерез образ. Вот. Тут, тут выбираете сами. Тут вы выбираете сами. Тут вы решаете сами, чего хотите, и так далее. Следующее. Необходимо простить маму. И выработать адекватное, адекватное отношение к церкви. То есть, в каком смысле? А, значит, чтобы не было какой-то нервности, чтобы не было какого-то обязательного неприятия мамы и церкви. Вот. Короче говоря, здесь нужно работать с обидами на вашу мат. Вот. Это определённо работает. Это не то, что достигается за один ответ. Вот. Это работа с вашими чувствами. Это работа с негативом, с таким определённым детским мышлением. Потому что оно у вас именно детское. По отношению к маме. В том числе. А это, безусловно, мешает вам в развитии. То есть, развитие мешает вам, в том числе и личной жизни. Не то, что вы не умеете общаться с девочками. Не то, что вы потеряли время. Потому что два года, в принципе, не критично. А именно то, что вы обижаетесь на мать и имеете на неё зуб. Это, по сути, оставляет вас в детском состоянии. То есть, обижаясь на мать, вы проявляете себя как ребёнок. Ребёнок взрослым людям не нужен. То есть, ребёнок девочке не нужен. Ну, только если девочка сама не мать. Ну. Понимаете? Вот. Примерно такая история. Что касается склонности к суициду, то здесь у вас, скорее, желание свободы. То есть, вы хотите свободы. Вы хотите освободиться. Потому что сейчас вы чувствуете себя не свободным. Именно поэтому вы желаете смерти. Например, с вами воспринимается как путь к свободе, во-первых. И, во-вторых, как отреагировали. То есть, наконец-то я что-то сделаю. Соответственно, свободе вас можно научить, и, как и адекватному отреагированию того, чего вы хотите тоже. Но это определённая работа. Дальше, по поводу тех постулатов, которые ваша мама вам давала, обосновывая это религией. Я очень рекомендую вам книгу «Барьеры» Таусенд Т. Тимофей Таусенд Барьеры. Вот, это книга о правильном понимании христианских, так сказать, заповедей и догм. Не так, как их воспринимают люди. Не так, как их воспринимает ваша мама. А, правильно. Обязательно почитайте. Я уверен, что вам, как человеку, который, видимо, имеет ещё какое-то отношение к Богу, вам это будет полезно. Ну, и психологическая книга тоже очень ценна. Возможно, вам и начинать нужно именно с этого, с этой книги. Вот, но тут уже вам решать. На мой взгляд, было бы полезнее, если бы вы сперва провели несколько консультаций с психологом, а уже потом, после этого, почитали бы книгу. Вот, ну, а тут, опять же, вам, только вам решать. На этом всё. Я надеюсь, кто помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.